Нечислом, а смирением. Так называется ежегодный всероссийский смотр творчества православных общин в местах лишения свободы, в рамках которого в храме святого князя Александра Невского, расположенного в бывшем сезон номер один кресты в Санкт-Петербурге, состоялось подведение итогов конкурса православной живописи осужденных явления. Мы привлекаем осужденную, это патриотическое воспитание, духовное воспитание, организация занятости их досуга, чтобы полезная занятость у осужденных была. Конечно, это радость, что они заняли определенное место. Потом это материальные поощрения. Во-первых, они получат грамоту за подписью начальника УФСИН. Это очень приятно и достойно. Ну и помимо грамоты, конечно, поощрение от руководства учреждения, в котором они отбывают наказание, и в дальнейшем возможности положительной характеристики при рассмотрении вопросов как условно-досрочного освобождения, так может быть переводы на облегченные условия отбывания наказания. Тема конкурса в этом году – Александр Невский, Запад и Восток, историческая память народа. На победу в конкурсе было заявлено 15 картин почти со всех исправительных учреждений Петербурга и области. Жюри по достоинству оценило творчество осужденных, уделив каждой из работ особое внимание. После проведения голосования лучшей была признана работа осужденного из ФКУ ИК-7 Санкт-Петербурга. На один балл отстала работа тоже осужденного ИК-7 и заняла второе место. И еще на один балл отстала работа с 65 ИК-6 портрет. Поэтому работа от ИК-7 отправляется у нас в Москву. Меня всегда очень радует, во-первых, неожиданный профессионализм работы. Действительно, когда осужденные освещают тему, которую даже может быть на воле, в других совершенно условиях, человек не проникается так глубоко. Я очень благодарна, что вообще эту тему освещают. И она очень важна в общей теме ресоциализации, социализации и просвещения, конечно. Картины победителей примут участие в финале конкурса, итоги которого будут объявлены в январе 2021 года в рамках проведения рождественских чтений. Оценивать творчество осужденных предстоит священнослужителям РПЦ, а также членам общественных организаций, ветеранам УИС, членам Союза художников. Данная работа, проводимая совместными силами РПЦ и ФСИН России, уже много лет способствует поддержке духовно-нравственного возрождения осужденных и их ресоциализации в обществе. Основной целью исполнения наказания является все-таки исправление осужденных и предотвращение совершения ими новых преступлений. И здесь, конечно же, в рамках духовно-нравственного их воспитания очень важно, чтобы они помнили свои культурные корни, чтобы они помнили свое духовное наследие, те славные подвиги их предков, которые основывались и на чувстве патриотизма, и любви к родине, и, конечно же, крепости веры, духовная основа, семья. Вот это все то, что было очень дорого всякому человеку. И, конечно же, Александр Невский является ярким образцом. Каждый из художников стремился представить великого полководца Александра Невского в образе героя и защитника, над которым развивается знамя победы и веры, как символ божьего покровительства над русской землей и над каждым из нас. Анна Федорова, Егор Козлов, Новости ТБН. Продолжение следует...